Почему вообще закончилась эпоха колониализма? Потому что на той стадии экономического развития, которого достигли основные колониальные страны, стало невыгодно контролировать силой колонии. Достаточно было наладить, вот как я говорил сегодня, трубу, по которой сами местные элиты будут качать ресурсы необходимые в бывшие страны метрополии. Это стало выгоднее. Просто тупо выгоднее. Здесь можно погружаться очень долго в политэкономию, говорить об общем кризисе капитализма, при том, что я не являюсь социалистом. Хотя, хотя, в некоторых вопросах, может быть, в какой-то степени. Можно долго говорить о том, что действительно, когда человек ставит в уголок материальные блага, он становится моральным уродом. Когда особенно эти материальные блага занимают главной, становится главной целью жизни, а для реального человек становится моральным уродом. В европейской цивилизации всегда стремление к материальным благам было очень сильное. Ну, собственно, как в любой человеческой цивилизации, начиная с самого начала. Но оно всегда уравновешивалось определенной духовностью. В данном случае в Европе это было христианство. Именно христианская цивилизация, которая очень серьезно требует, на самом деле, от своих членов самоограничения, она способствовала поддержанию баланса между стремлением к потреблению и возможностью самоограничения своего ради духовного развития. Отказ от христианства, от духовной составляющей, без какой-либо замены, делает основную часть, чем дальше, причем тем больше, поскольку, допустим, отказ от христианства, это же не сиюминутный момент. Можно не верить, там, отрицать существование Бога, но при этом жить еще по заветам, как завещали отцы с бабушками, да, то есть уже дети будут меньше, внуки еще меньше и так далее. Кстати, мы у себя это наблюдаем, да, когда крестов полно, а причасти у них никто не идет, потому что не понимают, для чего это вообще нужно. Вроде бы как крестики носят многие, а пойди спроси, там, сего уверенность спросить. Кстати, вот этот самый Вадим Васильевич, сделаю, как он. А кто помнит символ веры? Поднимите руку, наизусть кто знает? Ну вот, примерно то же самое. Меньше, ну, условно говоря, там, пятая часть, максимум, из всех присутствующих, максимум. А когда-то вообще-то его знали все, просто поголовно. И не только знали, но и многие понимали, что они говорят, они просто заучивали. И я подчеркиваю, построенная цивилизация, это один из ее краугольных камней. Вышебе камень, краугольный, один, допустим, из трех, все здание будет обваливаться. Естественно, более, на мой взгляд, примитивный ислам, я все-таки немножко изучал его, мне это было нужно по службе. Это, в принципе, очень сильно облегченная и упрощенная смесь иудаизма и христианства. Вот, по крайней мере, по многим параметрам. Очень сильно упрощенная.